Нормально спим Я расскажу, что мы делаем И после этого поговорим о том, каким образом это все делается Я всегда люблю свою фотографию вставлять в презентации Я в SmartLink и в SmartLink CTO и Founder Начнем с того, что мы делаем Давайте я вас поспрашиваю немножко А есть тут кто-то, кто работает в стартапах Или сам начал в стартапе? Поднимите руки Вот так, хорошо Человек 20, если не больше, есть А есть тут такие, которые хотели бы начать свой стартап на какой-то этап? Гораздо больше уже, человек 30 подняли руки Отлично Давайте тогда в SmartLink Чем мы занимаемся? Cloud-based enterprise software platform for translation management Кстати, я буду переходить с русского на английский Потому что не все могу свободно на русском сказать Вот, и что мы делаем? Это платформа для переводов Платформа для переводов Это означает, что мы работаем с профессиональными переводчиками Переводы — это workflow Обычный workflow — это ее translate, edit, review Вот, разные компании используют разный workflow И что мы делаем? Мы переводим абсолютно разные вещи в абсолютно разные digital content Вот, то есть веб-сайт, разные аппликейшены Desktop, mobile applications, business documents и так далее Вот, вот некоторые клиенты Например, если пойти на Foursquare или на GoPro Этот трафик идет через нас на переведенные сайты Вот, тоже, ну, все знают наверняка Tesla, ODS, Vimeo, Vimeo и так далее А текущая команда у нас порядка 150 человек Разделено между четырьмя офисами New York, Boston, Днепропетровск и Киев Ну и последнее, значит, мы phrased порядка 63 миллионов долларов за 5 лет С такими инвесторами, как Benrock, ESVP, IDG Capital, Tenai Capital и Iconic Ну что, любой стартап начинается с идеи Значит, ну и что скажу про идеи Что идея, в принципе, не значит абсолютно ничего В свое время я любил сидеть на диване, у меня было много разных идей И ни одну из них я не реализовал Вот, также очень много людей генерируют разные идеи И очень мало людей в состоянии этой идее воплотить жизнь Вот, ну и должен сказать, что первоначальная идея никогда не выживает в том виде, в каком она была задумана Всегда маркет и клиент вносят свои коррективы Дальше У вас есть идея, да? 99% людей скажут, что это какая-то безумная глупость и работать это не будет Вот Что надо делать? Надо прислушиваться, но ни в коем случае не слушать этих людей Вот Если сами не верите, что что-то у вас получится, то у вас точно ничего не получится Сами вы должны обязательно верить в то, что вы делаете Потому что 99% людей вас действительно убедят, что вы делаете какую-то глупость Дальше очень такой частый вопрос Важно ли быть первым на рынке? Вот Обычный ответ на таком вопрос Это Лучше первым на рынке не быть Лучше, чтобы кто-то другой был первым на рынке А вы при этом Использовались бы тем, что Как бы взяли эту уже благодатную почву Когда рынок уже Как бы defined И используя это будет гораздо легче Вот Значит, есть Давайте скажем вот я пример там, Starbucks В United States, да Кофе стоило Ну, максимум 99 центов Старбакс пришел и сказал Знаете что, а мы будем за кофе брать 4 доллара Этого маркета кофе, который стоил 4 доллара в США не был Вот И они были один из успешных примеров Которые, когда они создали свой маркет Через определенные стратегии Они сделали так, что Кофе в США Сейчас 4 доллара Это как бы ни для кого не проблема Ну, не только в США, собственно говоря По всему миру Вот Значит, есть большое Большое исключение Из того, где надо быть первым Надо быть первым на рынке Или не надо быть первым на рынке Это Маркетплейсис Что такое маркетплейсис? Маркетплейсис это места, где Встречаются вместе покупатели и продавец Вот Значит Вот в таких случаях Очень-очень сложно Если уже есть такой маркетплейс Выбить его каким-то образом Вот Поэтому, если мы возьмем Примеры eBay, например Пытались очень много Людей что-то с этим сделать Ничего у них не получилось В том числе Амазон пыталась Очень много пыталась убить eBay Через свои аукционы Как мы знаем, у них тоже ничего не получилось То есть сдвинуть eBay сейчас практически невозможно То же самое с Craiglist Знакомы с Craiglist? Да Как-то неслышно ответы Да? Конечно Да, окей, хорошо Так Craiglist Элементарная Абсолютно элементарная Аппликейшн Куда в принципе все что можно Это завести свое объявление Очень похоже на объявления газеток Очень много компаний Пытались что-то сделать с этим Сделать Пытались какие-то вещи сделать Которые более удобные для того Чтобы после этих объявлений Ни у кого ничего не получилось То есть Craiglist как был Так и будет И об абсолютно Элементарной форме Тут уже говорили про Yo Я помню Да, классный аппликейшн Вот Это я к тому, что Не надо слушать других людей То есть вот если бы меня Вы взяли с моим Как бы опытом И сказали Вот я сделаю такой аппликейшн Будет очень круто Я бы сказал Чего вы курите Кому это Кому это надо Вот Тем не менее Не рейснули Полтора миллиона долларов Придесяти миллионам Валуишн Вот Значит Ну я читать не буду Фраза отражает О чем мы будем Дальше говорить Тут будет несколько банальных фраз Которые я думаю Имеет смысл Проговорить Когда вы делаете свой стартап Очень важно Думать Очень важно Делать этот стартап Насколько можно большим То есть например Я имею ввиду Как бы Большие маркетс И решать большие проблемы Опять-таки звучит банально Но тем не менее Смартленк оперирует В маркете Который оценивается В 3-4 миллиарда долларов Если посмотреть Какие компании Airbnb Знаете Airbnb Правда? Да Спасибо Получается Что порядка 1,9 миллиардов Путешествий Резервируется Каждый год Вот То есть если взять эти маркеты Они большие маркеты И они позволяют Внутри этого маркета Найти свою нишу И делать Свои вещи И быть привлекательным инвестором Потому что вы можете Вырасти в этом маркете Если вы находите Какой-нибудь Нишевый маркет То он вас Очень сильно ограничит Вот Еще хочу упомянуть Mission Миссия по-русски Звучит неправильно Вот Значит Change the world Make it better Да У Спортлинга Mission To be the living multilingual content creation Management and delivery ecosystem Мы не там еще Мы еще далеко не там Но это то к чему мы стремимся Еще Ну я Теслу Тут написал To accelerate the advent of sustainable transport By bringing compelling mass-market electric cars To market as soon as possible Это большие missions Это missions Которые Которым надо идти долгое время И они должны inspire Они должны inspire вас Они должны inspire компанию Вот И при этом При всех этих больших вещах Нам нужно Фокусироваться на Очень-очень маленьких вещах Делать вещи надо с очень маленьких вещей Сделали одну маленькую вещь Правильно ее отработали Перешли на следующую маленькую вещь Если пытаться Делать И кстати Многие-многие стартапы Они пытаются Объять Очень большое И необъятное И в результате У них получается Отсутствие фокуса И они не Не могут сделать Правильные вещи В итоге Это очень-очень большая проблема Фокус очень-очень важен Когда вы делаете Такие вот вещи Вот Дальше Есть такое понятие Мы ее называем Smartling Feature Это когда Стартап Пытается сделать Нечто Как сказать Решить какую-нибудь Небольшую проблему Что в принципе Окей как первый шаг Но на этом Это остановиться Вот Что получается Что большие компании Которые На маркете В данный момент Потенциально могут Очень легко Эту фичу Воспроизвести И получается Что да Вы как бы сделали Свою компанию Она как бы работает Но В этой компании Очень-очень много риска Потому что Большие компании На рынке Могут просто взять Распроизвести эту идею И больше у вас Ничего нету Вот Насчет Smartling Мы покрываем Как бы весь life cycle Всего Что только можно придумать С переводами Это ряд Различных продуктов Это Translations Marketplace Это Connectors В принципе Большое количество Applications И это LSP Partners Это Language Service Providers Agences Для переводчиков Вот Еще одна интересная тема Это Секретность Очень много людей Я вижу Которые начинают Делать разные вещи И они Держат идею В большом секрете И никому Они не рассказывают Вот То есть Что я хочу сказать Этим слайдом Мы сейчас пройдем Через несколько вещей Секретность на самом деле Вам вредит Значит Опять-таки Несмотря на то Что Если вы будете Эту идею share Со всеми Как бы С кем вы разговариваете Очень мало людей Которые могут ее взять И что-то с ней сделать Все равно Вот Инвесторы С вами подписывать NDA Не будут Если вы придете К инвесторам Вам придется все-таки Рассказать что вы делаете Ваша собственная команда Должна Понимать Что вы делаете Мы когда начали смартлинг Это был такой Очень глупейший момент Когда Мы решили скрыть От части команды Что же это мы такое делаем И Решили как бы Говорить об этом Как будто мы делаем Что-то с абвертайзментом Вот Это было очень глупо И очень быстро Мы это дело Поменяли Но тем не менее Был такой момент В истории смартлинга Вот Ну и последнее Выне Apple Чтобы сохранять эту огромную секретность Вот Apple Насколько я знаю Единственная компания И одна из очень немногих Компаний В Технолоджи секторе Которая Пытается Сохранить свои секреты Как мы знаем У них не очень хорошо Получается В некоторых случаях Тот же iPhone 6 В принципе Было известно В нем практически все До того Как было До анонсирования Вот Если Появилось желание Рассекречивать секреты Вот мой имел Так Дальше Давайте поговорим Про Инвесторов И Таким образом Что Ищут инвесторы Что ищут компании Когда они пытаются Рейзмани Значит Разные фазы Давайте быстро Пройдемся Значит Сидмани Обычно От ста тысяч До полутора миллионов Значит И Задача Сид Рейза Это Разработать продукт До конца Доделать ваш продукт Следующая Идет Сириус А От двух До десяти миллионов И задача Сириус А Это Разработать вашу бизнес модель То есть У вас есть Сид Вы разработали продукт Который Нужен на маркете Дальше Вы разрабатываете Свою бизнес модель Да Каким образом Вы берете деньги за этот продукт Следующий раунд Сириус В Обычно От семи до сорока миллионов И он существует И он существует для того Чтобы скейлить бизнес У вас есть продукт У вас есть бизнес модель Теперь вам нашу Вашу Вашу бизнес модель Надо скейл На большое количество клиентов Кстати Я разговаривал с некоторыми инвесторами Здесь на Украине На Украине Обычно существует Сид и Сириус А И после этого Обычно оно Дальше не идет Компания становится Профитабл И Двигается Дальше Со Своих собственных Рэвенем Сириус Си И дальше У вас есть Продукт У вас есть Бизнес модель И вы Бизнес модель Скейл Что вам теперь нужно Вам нужно Финансирование Для роста Компании Вот Поэтому обычно Сириус Си И дальше идет Достаточно Матюр Стартапы Я уже не уверен Что их можно назвать Стартапами И в дальнейшее Финансирование Только вкладываются Деньги в розы Вот Давайте поговорим Что нужно От инвесторов Есть Интегей Вронить Так Давайте Экспертиза Связи Средства Экспертиза Связи Средства Офис Помещения Рынок 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 Да Так Что еще Обратная связь По поводу Идеи Обратная связь По поводу Идеи По поводу Идеи Ну Может быть Деньги Деньги Ура Нужны деньги от инвесторов Точно Давайте поговорим Что нужно от инвесторов Значит От инвесторов Понятное дело Нужны деньги То есть они финансируются Что вы делаете Что происходит дальше Очень важно Могут ли они помочь Найти следующий раунд Финансирования И кстати Когда вы идете к инвесторам Инвесторы вас будут интервьюировать Не воспринимайте И как бы задавать вам вопросы И так далее Обязательно Вы должны также Проинтервьюировать инвесторов Вот И вот эти вот вопросы следует задать Да То есть Как они могут помочь найти Следующий раунд финансирования Потому что если они готовы Профинансировать сейчас Вам нужна будет помощь В следующем раунде Если они не могут это сделать У вас начнутся проблемы Как они могут помочь Находить клиентов В смартлинге Мы устроили соревнования Между инвесторами Кто нам может пойти Кто нам найдет больше клиентов Среди инвесторов И они действительно помогли с этим делом Могут ли они познакомить С теми же Какими же компаниями Как и вы Один из наших инвесторов Не был там Listed First round capital Они делают очень интересные вещи У них порядка 200 компаний в портфолио И Они всех связывают Таким своим внутренним Социал network Типа Внутреннего Смартлинга Вот И есть возможность Общаться с людьми Вот в 200 компаниях Которые такие же как ты Которые потенциально Решили уже вопросы Которые перед тобой стоят И Собственно говоря Это очень важно Иметь такую помощь Какой у них опыт работы в индустрии Или со стартапами Да То есть есть понимание Профильных инвесторов Непрофильных инвесторов И Как бы Обычные инвесторы Которые профильные инвесторы У них выживает больше стартапов Чем У непрофильных инвесторов Или даже Когда Компании инвестируют Потому что вы находитесь В их индустрии То есть survival rate Компания у таких инвесторов Гораздо ниже Так Что нас дальше Как они представляют Совместную работу И насколько они будут влиять На то что происходит В команде Профессиональные Правильные инвесторы Никогда не будут влиять На то что происходит В компании Они оставят вас Руководить компанией Делать то что вам нужно Потому что вы знаете Гораздо больше чем они Потому что вы с этим Как бы On a daily basis Вы с этим работаете Инвесторы вас видят Раз два раза в месяц И у них абсолютно Нет такой экспертизы Как у вас В вашем рынке Вот Поэтому особенно При ранних инвестициях Надо очень аккуратно Смотреть на инвесторов Как они инвестируют Какое влияние Они ожидают на вас Иметь Оно влияние Не должно быть Вот Значит Что ищут инвесторы В первую очередь Они ищут Команды Которые Могут оплатить Разные идеи В действительности Команды Команды Это самое-самое важное Early stage Стартап Обычно По статистике Стартапы Которые основаны Одним человеком У них меньше Рейт Выживаемости Чем у Двух людей Вот Обычно Это Business Co-Founder И Technology Co-Founder Второе Что они ищут Это потенциал роста И большие рынки То есть Инвесторам нужно Порядка Десятикратного Увеличения капитала Который они у вас вложили Вот И порядка Они ожидают Что примерно 9 из 10 компаний Которые у них в портфолио Не дойдут до экзита Вот И только потом уже Они будут смотреть На вашу идею Идея так или иначе Будет трансформироваться И либо у вас Есть команда Которая может Трансформировать идею И привести ее К реальному бизнесу Либо Ее нету Вот Один из Хороших примеров Кстати Недавний Объявилась такая компания Называется Jet Founded By Diapers.com Командой Значит Что такое Diapers.com Кто знает Diapers.com Никто не знает Кто-то читал Книжку По-моему Называется Это Бизнес Написал Я точно рекомендую Он описывает Историю Амазона Так вот Diapers.com продавала Diapers И все для Молодых мам Вот И она в течение Достаточно большого количества Времени Сопротивлялась Амазону Амазон Пытался ее Купить Сделать что угодно Чтобы они исчезли Вплоть до того Что они сканировали цены Которые были На Diapers.com И на 10% Уменьшали цены Силе в убыток На своем сайте Потому что они должны были Diapers.com убить Diapers.com Долгое время Этому сопротивлялась В конечном итоге Они таки продались Амазону Вот Так вот Команда Которая Сделала Diapers.com Сделала сейчас Jet И они обещают Изменить E-commerce Они сейчас находятся В стелс То есть они еще Ничего не выпустили Вообще Из Series A Они разнули 55 миллионов долларов Почему им дали 55 миллионов долларов Нету Тракшн В принципе у них ничего нету В Series A У них нету продукта Даже на данный момент Потому что Инвесторы Верят в их команду Такая команда Она как бы очень Отличилась тем Как они боролись с Амазоном И что они сумели сделать Очень мало компаний Которые Пытались бороться с Амазоном Выжили Поэтому Команды Самое важное в том Что вы можете сделать Опытные инвесторы Залог вашего успеха Так Ну еще пару Моментов У нас Речь им ожидал Culture Is strategy for breakfast Слышали когда-нибудь такое выражение? Да Да Culture очень важно Давайте попробуем дать определение Culture В моем понимании Это процессы Приоритеты И values Вот Когда процессы и приоритеты Они в принципе Меняются во время Ну как компания развивается Вот Мы начали с единственного приоритета Когда мы начали Это был Product Global Delivery Network Который мы сделали Praxis Server Для технических людей Тут Вот У нас был единственный приоритет Оно должно работать быстро Вот 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 Так вот Мы начали Думать о Culture Но Values Когда мы думали про Values Я сел с моим ко-фаундером С Jack И мы подумали В самом начале Перед тем как мы еще стали что-то делать Мы подумали Что нам важно Как мы хотим построить компанию Вот И это привело к нам Это привело нас к тому Что мы сделали Как бы вот эти вот пять Initial Values На основе которых Мы построили компанию Вот Значит Я пройду Я сейчас очень-очень быстро Попытаюсь через них пройти Every problem has a solution У нас не было ни разу В истории компании Того что Была какая-то проблема И мы ее не смогли решить Мы ее всегда решали Потому что у нас есть Абсолютная уверенность Что в любой проблеме Можно найти решение Дальше Very good today is better than project tomorrow Я знаю только одну компанию Которая делает вещи в project Все остальные Делают примерно вот что-то такое То есть выходит MVP Потом получается Минимал viable product Потом происходит iteration Мы смотрим как используются Разные вещи И как бы подходим к тому Что этот project наступает постепенно Вот Единственная компания Которая пытается выпускать Perfect product Это Apple Если вы думаете Что вы можете сделать то же самое Что Apple Можно этого не делать Но Excuse us We take responsibility For our actions То есть У нас нету такого Что О, там что-то сломалось Или Или там Положили наше application И виноват лоб Вася Потому что он там сидел Что-то не доделал А там сидит Василиса Которая тоже как-то к этому Значит Привела к тому Что положили сайт И поэтому он лежит Вот У нас такого нету То есть Все 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 знают Что они должны сказать Да я Я Сейчас Сейчас все исправлю Все будет отлично И больше этого никогда не повторится Excuse us Никогда не делаем У нас было очень ряд Таких Passion discussions Включая Меня и моего Co-founder Джека Когда мы практически Переверзали друг другу Что мы переписали В глотке Да Вот Но тем не менее Значит Passion Очень важно В стартапе Это значит что люди Care О том Что они делают Вот И Как бы Как только Решение принято Не важно Как оно принято То есть Джек может сказать Так я CEO Мы делаем вот так У него есть такое право Он может Он его редко использует Но такое право есть Да Есть разные способы Прийти к решению Можно демократически Проголосовать Вот Но Как только решение сделано Все Кто даже не согласен Должны Согласиться с этим решением Это очень важно Иначе Команда получается Disfunctional Если такого не происходит Вот И последнее We take care of our people Что это означает Это не означает Печеньки с кофе На кухне Это и так понятно Это означает Что Мы можем Там Мы помогаем У кого-то там какие-то проблемы В семье У кого-то проблемы со здоровьем И так далее То есть мы никогда людей не бросим Мы всегда Поможем всем, что нам помочь Мы всегда дадим время Off Чтобы они смогли Решить свои проблемы И так далее Вот И вот эти вот 5 values Которые мы Inishal сделали Они нам очень сильно помогли Когда мы раскили компанию На данный момент Мы кстати Пересматриваем И мы будем добавлять Еще несколько values Которые Как бы Выкресли Выкресли И заболись За 5 лет Так Пару Так Пару таких Несвязанных с собой вещей Пару славян Я сейчас очень быстро пройду Мне следует Остановиться Для вопросов Cross-indicasm Если вы строите стартап И не читали эту книгу Вы делаете вещи неправильно Прочитайте эту книгу Я не буду в нее заходить Потому что Не буду деталей рассказывать Потому что надо остановиться Уже по времени Так Почему Сейчас пропускаем Evolution Software Очень быстро У нас был сначала Close Source Потом был Open Source Open Source Перешел в Open Data Сейчас никто Практически Как бы Бизнесы не делают Open Source Ничего не хочу сказать Против Open Source Мы используем Миллион разных библиотек И прочего Мы contributing Open Source Но Для Smartling Открыть свой вход Не имеет никакого смысла Потом мы перешли в Open Data Опендейлер говорит о том Что неважно Какой Open Source Или не Open Source Всегда можете взять свои данные Вот И это перешло В Open Platform И это то Где мы сейчас находимся Что такое платформа Это Application У которого есть Большое количество APIs Которые позволяют контролировать Эти applications Outside И позволяют Интегрироваться Со всем Чем можно Интегрироваться Интернет такой Connected Плес Раз Два Три Работаем Я так много говорил Что сайли батареи Enterprise Sales и Self Service Я считаю это была одной из ошибок Которые мы сделали в Smartling Сейчас меняется то Каким образом Народ покупает Software И Очень много Стало Людей Которыми мы называем Как Doors Что они делают Они не хотят связываться Допустим С внутренними сервисами Компании Им надо найти решение К своим вопросам Им надо Перевести что-то За weekend Делать это через компанию Займет Две недели И Вот эти люди Начинают формировать Каким образом Работают Enterprise Sales Они все Ищут то Чтобы Зайти Заполнить формочку И сделать то что им надо Я сам Покупаю достаточно много Software для нас Я просто ненавижу Разговаривать Sales People Им надо контракты Им надо С ними надо Торговаться По поводу цены И так далее Мне гораздо приятнее Заполнить формочку И Начать Начать использовать Software Ну все Давайте Вопросы Не было вопросов Хорошо Спасибо большое Есть вопросы Есть вопросы Есть вопросы Можете дать какие-то практические советы Как найти инвестора Если продукт сделан на половину На три четверти Не хватает денег и финансировать его довести до конца. Правильно? Ну, так, нет, не совсем. То есть он готов, но есть там какие-то костры, и может, скорее всего, уже нужно продвигать, чтобы все о том сами. Если вам нужно найти ряд клиентов, хотя бы бесплатно, чтобы они начали использовать продукт и получать от него пользу, да? Да. И с вот этим, то есть как только у вас появится какой-то фракшн, с этим уже можно идти к инвесторам. Если есть продукт метод фракшн, то бессмысленно. Ну, просто для того, чтобы его продвижать, то есть, наверное, нужны списки сплат. Вот, допустим, два человека, вот, наверное, это достаточно мало, чтобы постить там какие-то сообщения, рекламу. Вот хотя бы не списки сплат, для того, чтобы его разбить. Продать машину, продать квартиру, сброситься со вторым кофаундерами, или здесь с вам? Так, еще вопросы есть, ребят? 36 секунд. А как вы своих собственных инвесторов интервьюировали? Вот точно так, как я написал. Да, нет, я понимаю, но, то есть, другими словами, ведь, ну, как бы, слова это тоже такое дело, то есть, наверное, как-то имеется, ну, бэкграунд какой-то, не то, что тебе говорят, да, напрямую? Я не понял вопрос, если сейчас. Ну, пример, то есть, насколько... 10 секунд еще есть. Нет, Дуро, который создал ВКонтакте, в результате, по-моему, не был очень доволен своими инвесторами. Хотя в своей книжке он описывал, что первоначальный разговор был очень милый, классный, они ему все красиво рассказали. Ну, с инвесторами надо очень осторожно. Так, все, спасибо.